Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. В связи с переносом уплаты, вот мы обсуждали это с Минфином, у нас уже дыра может получиться около миллиарда. А вот как раз вот эта мера, она и направлена на то, люди приехали, они что-то заплатили, так вот тогда появляются средства, которые можем в случае, если они сюда приедут и заплатят налоги, поддержать как раз те, кто у нас сейчас зарегистрировал на территории Кировской области. УЗС одобрило 31 марта в первом чтении проект по снижению налоговых ставок для бизнеса на ОСН. Если он зарегистрируется в Кировской области после 1 января 2022 года, в первый год заплатит 1 или 3%, в последующие два года будет платить 5 или 7,5, в зависимости от объекта налогообложения. Программа Экономика. Самозанятые, оставшись без работы, будут получать полторы тысячи рублей. Это размер пособия по безработице, который положен таким гражданам. Об этом рассказала в нашем эфире замначальника службы занятости населения Кировской области Ирина Малыгина. Самозанятые приравниваются к тем, кто долго сидит без работы или не работал никогда вообще. На федеральном уровне есть сейчас инициатива повысить минимальный размер пособия, но решений пока никаких не принято. Максимальный размер выплат от государства 12 792 рубля. В Кировской области к суммам добавляется северный коэффициент. Экономика на 101 ФМ. Бюджет Кировской области избавился от банковских кредитов. Увеличение ключевой ставки ЦБ до 20% породило неудобства не только для физических лиц и бизнеса, но и для российских регионов, которые брали кредиты в банках. Кировская область попросила федеральный Минфин предоставить кредит из бюджета, чтобы перекрытием банковские предложения было поддержано. По словам губернатора, весь объем действующих банковских кредитов в Кировской области 4,5 миллиарда рублей замещен на бюджетные. Ольга Балезина, новости экономики в Кирове.